Федеральная программа расселения из ветхого аварийного жилья в действии. В Тельвиске готовится отметить новоселье сразу 24 семьи, в том числе и с соседней деревни Макарова. Там собственники аварийного жилья уже пять лет ждут новые квартиры. Наша съемочная группа побывала в обоих населенных пунктах и пообщалась со счастливыми обладателями благоустроенных квадратных метров. Слово Алине Ваучейской. Вот этот мой дом, я в нем жила 10 лет. Съеденное грибком основание деревяшки, прогнивший фундамент, перекошенные стены и полы. В таких реалиях проживала Анна Морогина. Многоквартирную двухэтажку по улице Центральной, что в деревне Макарова, признали аварийной еще в 2014. Тогда женщина вместе с дочкой и внучкой были вынуждены переехать в Нарьинмар и жить на съемной квартире. Ведь находиться в собственной стало в буквальном смысле страшно. Сыпалось вот здесь, вот с этих мест. Вот видите, вот там. Приезжаешь и все время вот эта грязь тоже выводит. В туалет вот, видишь, пришлось дверь снять, чтобы туда попасть. Потому что не открывается. Вот весь уклон туда. Деревяшки больше полувека. Удобств, естественно, никаких. Ни души, ни нормального туалета. Более того, по весне к жителям злосчастного дома приходила еще одна беда – паводок. Вот когда сильные паводки, а здесь они есть, особенно в Макарова, этот дом топило. Вода заходила прямо в дома. Я вот еще помню, бабушку мы даже перевозили на лодке вот с этих квартир. Низ весь уезжал. Вода заходила прямо в дома. Женщины уверены, именно вода так быстро привела жилые помещения в негодность. Оксана Безумова также перебралась в город, чтобы не подвергать себя и семью риску. Благо, недавно соседкам пришла хорошая новость. По федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья им предоставят благоустроенные квартиры в соседнем селе Тельвиске. Просторные комнаты и кухня, холодная и горячая вода, раздельный санузел и газовое отопление. Вместо 42 квадратов в деревяшке, 54 в новом благоустроенном доме. Я даже не могу угрозить с какими-то впечатлениями. Потому что там, ну он сейчас, в последнем, я говорю, что здесь земля и земля, считаю, что все. Ну вы довольны? Конечно, довольны. Из чего? Довольно и соседка Анны Оксана Безумова. Ведь помимо комфортных условий для проживания, в Тельвиске создана вся необходимая инфраструктура для детей. Детский сад, школа, досуговый центр. Теперь женщина сможет со спокойной душой перевезти в село всю семью. Я в восторге. Квартиры хорошие, большие. Потому что у нас Макаров был 41,6, а сейчас, кстати, 54,6. Квартиры хорошие. И что понравилось, что утепленные полы, что зимой-то здесь тепло будет, хорошо. В новые квартиры женщины переедут ориентировочно к концу августа. Кроме того, в 24-х квартирную трехэтажку заселят жители четырех домов деревни Макарова и одного дома из Тельвиски. Это позволит закрыть сформированную на данный момент очередь на переселение из ветхого и аварийного жилья. Государственное имущество, значит, этот документ вынесет на заседание администрации, и квартира будет передаваться. Адресный перечень, кого куда расселяют, он уже с муниципальным образованием и между департами строительства подписан. Значит, всего в рамках региональной адресной программы 680 квартир мы должны расселить. За дел строительства, особенно на территории города, он порядка более 700 квартир. И его хватает для того, чтобы досрочно расселить людей в рамках вот этой программы. Всего же федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья реализуется в четырех муниципальных образованиях Заполярья. Это Нарьинмары Искатели, Тельвисочный и Шоинские сельсоветы. Ну а практически во всех остальных муниципалитетах действует аналогичная региональная программа.